Дорогие друзья, СМАК на Первом канале. У нас сегодня в гостях легенда отечественного кинематографа Элина Абрамовна Быстрицкая. Здравствуйте, дорогая. Здравствуйте, Абрамовна. Спасибо, вас поздравляем. С наступающим Днем Победы, который мы празднуем. У нас такая праздничная программа. Мы счастливы, что вы к нам пришли. Спасибо вам огромное, что вы к нам пришли. И давайте же скорее готовить что-нибудь. Панечка, ну я вас тоже поздравляю, потому что это наш всеобщий праздник. Слушайте, это праздник. И все, кто с нами здесь, нас поздравляют. Абсолютно верно. Между прочим, все, кто присутствует сейчас в нашей студии, все, кто нас смотрят, должны помнить, что этот праздник мы будем отмечать. Это святой праздник. Святой праздник, абсолютно верно. Святой, хороший, веселый, добрый, с прекрасными песнями, с чудесным настроением праздник, который, безусловно, должен вызвать накрытый стол. А на столе должна стоять еда. Конечно. И вот эту еду мы сегодня будем готовить с Элиной Быстрицкой. Что мы сегодня с вами будем делать? Значит, я так вот думаю, что мы отварим семгу. Отварим семгу. Да. Так. Мы отварим семгу, которая у нас должна побыть в молочке сначала. Значит, вот, смотрите, какая семга. Ага. Так, давай посмотрим, сколько у нас тут. Вот у нас кусочек, и вот такой, да, без кожи. Да. Филе. Да. Изумительное. Посмотрите. Послушай, мы должны поделить каждый этот кусочек пополам. Пополам. Ставлю воду, и в этой воде, эту воду мы должны, мы готовим бульон, в котором будет вариться семга. Сосочка, чтобы можно было. Сейчас я все, сейчас я вот, смотрите, вам. Ты замечательный хозяин. Я наполню водой, значит, наполняется кастрюлю водой. Знаешь, что, мы поставим воду, чтобы она, в нее положим специи, пусть они закипят. Так, прекрасно. Семгу надо поставить в вараку. А для чего, Ирина Анатольевна, для чего нужна семга в вараке? Я, знаешь, Ваня, я как-то не думала, для чего. Мне вот так рассказала женщина, которая меня угощала. Да. И я сказала, какая прелесть. Какая чудная семга. Может быть, и паку дает мягкость? Я не знаю, что он дает. Это было в Вильнюсе, в моем любимом городе. Сейчас мы об этом с вами обязательно поговорим. Какие специи нам нужно плачать? Так, мы кладем лук. Его надо почистить. Лук? Ну вот у нас учищенный. Вот это очищенный. Прямо целиком, да? Да, целиком его клади. Перец горький и душистый. Горький и душистый перец. Сейчас я посмотрю. Вот здесь, наверное, надо. Вот, посмотри, вот. Вот, видите? Ну, давайте, все. Вот я бросила. Прекрасно. Да подожди, этот я бросила. Давайте, смотрите, сколько. Теперь вот, слушай, вот у нас тут оказалась морковочка. Да, разрезай морковочку. Все, бросай туда. Кладем туда? Да, туда. Что еще? И вот такую дубочку одну. Ее надо почистить. У вас есть? А, да, конечно, есть. Почистить. Ну, уже. Ну, ты молодец. Посмотрите, раз. Ну, она, в принципе, сейчас такой сельдерей, который даже... Вот, и его тоже, пожалуйста, разрежь, чтобы... На поп так же тоненькой? Ну, можно три штучки сделать из этого. Вот так. Вот и все. Да, замечательно. И туда же мы это кладем. Вот такой бульон. Да, вот пускай он варится. Теперь накрой, чтобы он закипел. Чтобы он закипел. Когда закипит... Так. Ну, дело в том, что это мы постели, а молоко. Молоко. Подождите, ну, вы, видите, вы смотрите, я не успеваю, а вы, Елена Абрамовна. Вот, смотрите, молоко. Заливаем семгу. Да, заливай семгу, да. Заливаем семгу молоком. Так. Так, хорошо, чтобы не брызгалось, да. И аккуратно мы заливаем семгу. Заливаем. Так, все, заливаем. Прекрасно. Так, теперь подожди, дорогой. Теперь слушай. Значит, что мы еще делаем? Ты знаешь, что мы туда не положили еще? Вот я тут колупала. Возьми вот такой кусочек, отрежь. Вот такой. Вот такой. Да, ее почистить. Почистить. Надо будет почистить и бросить туда тоже. Это корень петрушки, если еще будет, да? Да, 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 да. Чтобы такой был душистый бульон у вас, да? Да, 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 да. Вот я это очистил. Вот мы это. Вот и тоже вдоль его развежем. Раз, два. Ваня, какой ты молодец. Ой. Ну, я просто, я... Это корень петрушки, да? Да, я понюхаю еще раз. Пахнет со всеми медружками. Это, по-моему, как морковкой пахнет. Что это такое вообще? Товарищи, что это? Ты знаешь, что я думаю... Это не белый либан? Это не пастернак? Я думаю, что это пастернак, да. Я думаю, что это пастернак. Я тоже так думаю. Свеча горела на столе. Вот с этим. Мы закладываем. Ну, ты знаешь, он не вредный. Он нам не вредный. Пускай тоже будет. Корнеплоды. Да. Вообще любые корнеплодики можно туда добавить. Да, а самое главное, вот перец и лук, это обязательно. Перец, лук, морковка, сельдерей, пастернак. Теперь ты посмотри. Вот мы когда будем сервировать, мы возьмем вот эти листья. И на них будем выкладывать? На них будем выкладывать, да. А в серединочку, как гарнир, мы положим нарезанный вот так вот, криво-криво нарезанный. Криво-нареженный. Да, но сначала чистим, потом его криво-криво режем. Так. Вот. И отсюда возьмем зерна. Вот такой будет у нас гарнир. А у вас важно, как сервируются блюда? У нас дома так делаются. Это такой у вас... Да, у нас такой дом был. Ничего себе, как говорится. Я уже очень давно живу, Ваня. Это вы можете рассказывать людям. Ваня, просто очень давние, старые привычки. Ничего, ничего, вы знаете, а вот вы говорили про свой любимый Вильнюс. Как у вас блюдо из литовской кухни есть какое, которое с вами путешествует? Вы знаете, в Литве меня научили делать окрошку. Именно окрошку. На кефире. У нас на классе. А в Литве... А там на кефир и сладкая газированная вода. И через газированную воду. Да, вот... Мухлитовцы. Да. Мухлитовцы. Да, а знаешь, как вкусно. Мухлитовцы. Мухлитовцы, да. Ну, это ладно, это отдельно. Мы сегодня это делаем. До лета мы дождемся лет. Да. Простите, я вас перебью. Сколько нужно семги в молоке провести времени? Ну, обычно я на полчаса ее ставлю. Ну, мы поставим минут на 20. Ну, пока мы будем с тобой готовить для салата курочку. Вот. 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 Курочку сейчас мы будем готовить для салата. И вот тут я тебя попрошу, ты мне помоги, потому что надо ее приготовить, чтобы она была готова, но чтобы не было корочек. Понимаешь? Чтобы корочек не было. Чтобы не было корочек. Надо поставить не очень... Сильный гриль. Да, 160. 160 градусов. Теперь смотри, прежде чем ставить, вот курица где-то мне ее показывает. Вот она. Вот она. Давай мне ее сюда, туда отбить сначала, поскольку это грудка. Так. Полиэтиленовый пакетик. Да, пакетик, чтобы не брызгало коробок. Чтобы, конечно, потому что если сильно ударить по куриной грудке, можно же и на стеночках ее потом собирать. А так мы так не будем. А главное на своей одежде. Вот это неприятно. На лице и на руках. Одну вот сюда положили еще одну. Вот, знаешь, мы можем еще одну положить, тут помещается. Вообще-то, я думаю, все три поместятся. Посмотри. А нам треха хватит, я думаю. Хватит, наверное. Отлично, мы выбираем. Так. Ну-ка посмотрим. И что же сейчас? Смотри. Вот я это загнула. Весь народ увидит, как народная артистка быстренькая. Вот так вот. Посмотрите, друзья. Ну что ты сделаешь? Так. Знаешь, тут бояться нечего. Сначала одна сторона, потом другая. Ты должен быстрее прожариться в это дело, да? Не в этом дело. Оно и свариться должно было бы быстрее, понимаешь? Но самое главное, что потом, чтобы оно было не таким твердым, несъедобным. Помягче. Вот, сейчас мы ее попробуем поменять на эту сторону. Оп. Да, давай. Вот так вот, вот таким вот способом. Оп. Да, и вот так же тоже туда. Так же мы загибаем туда вниз, вот эту штучку. Ну да. Пожалуйста. Прекрасно. Вот посмотри, ты видишь, было как чуть-чуть, да? Вот теперь посмотри, ты можешь их взять, туда положить. Как раз места достаточно. Они у нас будут готовы, и нам нужно положить яйца, отваривать. Отваривать яйца? Да. Одна секунда. Да. Знаете, более того. Четыре. У нас очень интересный момент. Смотрите, яйца-то у нас. Они отваренные есть. Оп. Гениально. Оп. Гениально. У нас такое... Все. Вы слышите, она что-то сказала. Она уже говорит, иди сюда. Ну что, выкладывай? Значит, иди, все, клади. Выкладываем курочку. Так. Значит, и это мы... Без масла. Отлично. Вот так. Так, ну как хорошо. Видишь, у тебя получилось. И теперь это у нас лежит. Да, это же надо. А, его надо закрывать. Все. Да, его надо закрывать. Отлично. Тогда мы его закрываем. И, Элина Анатольевна, на секунду я вас оставлю на кухне. У нас важный... Позицию девушка провожала бойца и с собой принесла ему полкило холодца. Дорогие друзья, СМАК на Первом канале. У нас в гостях сегодня Элина Быстрицкая. И мы готовим... И мы готовим руки для аплодисментов. А вы будете вообще... Сколько вам было лет, когда вы начали работать? Работать. Работать я начала в 13 или в 14. 13-14 лет. Ну, война была. И это была война? Война. И вы работали в медицинском госпитале? Да. Сначала он был в тылу, потому что это был Нежин на Украине, на Черниговщине. Да. А потом он стал фронтовым. Так, Елена Анатольевна. Ну, этому предшествовали всякие еще переезды. Мне кажется, что мы готовы. Попробуй, посмотри. Если готовы, сними их оттуда. Да. А знаешь, как... Все готово. Если поднимается и падает, все, значит, можно снимать. Выключай это, делай. И я хочу это выложить, чтобы это остывало. Да. Ты знаешь что, я беру у тебя вот эту штуку, потому что я уже начала что-то делать. Прошу вас. Это мы для салата, да? Да, это для салата. А я, друзья... Можно отварную делать, но у нас есть возможность это сделать интереснее, быстрее и, может быть, даже вкуснее. Вот, практически без корочки вот у нас получилось. Это очень хорошо. Все. Теперь надо, чтобы можно было трогать его. Криль у нас остывает. Прекрасно. Так. Мы отложили. Посмотри. Вот я нарезаю. Видишь, крупно нарезаю. Крупно нарезать заваренные яйца. Ну да. Ну, достаточно крупно, чтобы было вкусно жевать. Правда ли, что когда вы работали в госпитале, вы военнослужащим, которые в этом госпитале находились на лечении и не могли читать, читали бессмертное произведение Шолохова, в котором потом... В экранизации которого вы потом, спустя годы, сыграли. Знаешь, это было бы замечательно, но было не до этого. Не до этого? Нет, я им читала письма, газеты, помогала отвечать. Я уже грамотная была к этому времени. А было ли такое, что когда вы стали великой, знаменитой на весь мир, встречались ли вы потом с этими бойцами? Знаешь, один раз была такая встреча. Я заканчивала уже институт в Киеве и что-то в гастроном пошла водички попить. И заметила, что какой-то человек на меня так смотрит, пристально смотрит. Я не люблю эти наглые взгляды по этому поводу, что-то произнесла. А он говорит, а ты меня не узнаешь? Я говорю, нет. Он говорит, а я Вася Харченко. И я вспомнила. Был такой случай в Одессе. Это уже был конец 43-го или начало 44-го года. Я не помню точно, какое время это было. Меня позвали, я в лаборатории работала, я занималась своим делом. Меня позвали в операционную для того, чтобы я сдала кровь на прямое переливание. А я сдавала. У меня брали только по 250 грамм, хотя у взрослых у всех брали по 500. И когда на хирургическом столе лежал раненый, очень бледный, закрытые глаза, длинные-длинные черные ресницы, белое-белое лицо, меня положили на соседние и сделали прямое переливание крови. И потом было принято, если медсестры кому-то отдавали свою кровь, то потом уже с этим выздоравливающим, ну как бы патронировали его. Их отправляли в батальон выздоравливающих уже. Там, где они начинали уже ходить, там адаптация появилась. И вот туда надо было приехать. Я помню тоже поехала, чтобы своего подопечного там начинали вести. Которому его дали 250 грамм. Ну да, я не понимала тогда, что это мало или много, но факт то, что я его спасла тогда. И он мне говорит, ты что приехала? А ну-ка марш домой. А вот так? Да. А я была несовершеннолетняя, я этого не понимала. Я очень обиделась на него. И после этого я не хотела ни общаться, ничего. Так это был вот этот Вася Харченко. Которого вы встретили в гастрономии. Который меня встретил, он меня увидел и узнал. Как это получилось, я не знаю. И больше я его не видела, потому что мы договорились встретиться, но я в тот день, мне сбила машина. И мы не виделись с ним. А потом я уже актрисой Малого театра была на гастролях в Одессе. И меня пригласила его мама домой. И вот я помню эту комнатку, в которой были, знаешь, вышитые салфеточки, беленькие, слоненькие, ну то, что было тогда, вот как-то принято было делать. Эта женщина была мне благодарна. А с ним я больше не виделась. Друзья, давайте поаплодируем. Елена Ивановна, что вы порезали? Я порезала яйца четыре. Все, я убираю, не нужны. Теперь я готовлю сюда же чернослив. Хочешь, можешь взять на вторую досочку? С удовольствием, хочу. Потому что иначе будет очень долго, понимаешь. И вот тоже надо резать, ну вот так примерно, не очень мелко. Понимаешь, чтобы он потом жуется хорошо. Да. Но я хочу, друзья, открыть тайну. Елена Ивановна, когда пришла, настояла, чтобы мы чернослив замочили в горячей воде, чтобы был помягче. Ну, чтобы приятно было его есть. Чтобы его было приятно есть, естественно. А у вас вообще, я, ну, этот вопрос вам задают все, но я задам, поскольку у нас кулинарная программа. Но вы же что-то специальное, как-то вы питаетесь, что вы так фантастически выглядите. Ну, это же не просто так. Да и знаешь что, я уже очень давно отказалась от жирной, жареной и острой пищи. Ага. Я это сделала не потому, что я такая мудрая, а потому, что здоровье потребовала. Вот и все. И вы не едите жирного, жареного. Да, не едите. И, соответственно, если мы жарим курицу, то только на гриле. Это же без жира. Да, давай, давай, да. Вы скажите, сколько, чтобы много было. Вот, давай, давай, давай. Еще можно. Давайте. Ну, не все только, да. Не все. Вот ты немножечко возьмешь, и я немножко возьму. А вот это останется, как говорят, кошки. Кошки, ну, вы называете это кошки, и мы называем это генеральным продюсером нашей серии. Знаешь, Ванечка, я ведь... Моя война закончилась в 44-м году. Меня послали учиться. Я ведь окончила медицинский техникум. Сейчас, секунду. Поэтому я медичка. И вы все знаете. Я знаю, что от чего... Ну, не все, наверное, но кое-что знаю. Вот, поэтому я решила, что здоровая пища мне не помешает. Прекрасно. Прекрасно. Мне кажется, что, глядя на вас, жители всей планеты решат. Представляем. Что здоровая пища мне не помешает. Так, у нас по-прежнему, я наставил, у нас кипит бульон. И, в принципе, мы можем семгу уже, наверное... Да, мы можем положить. А нужно ли нам семгу, после того, как мы ее из молока достанем, обсушить? Обязательно смыть. Смыть прямо? Смыть, да. Ну, можно смыть, можно обсушить. Ну, как хочешь, что удобнее будет. Обсушить, чтобы туда молоко не летело. Чтобы молоко в бульон не поколило. Да, да. Сейчас мы это попробуем аккуратненько сделать. И вторую положи сразу. А, сейчас я вот так вот. А, вот так, да. Ну, все, замечательно. Вот так вот. И можно прям туда, да? И прям туда подожди, надо все вместе. Все хорошо, извините. Примовательное, конечно. Ну, дорогой мой, а ты знаешь, что приготовление пищи – это же процесс? Я как никто другой. Я понимаю, это для некоторых, знаете, тут развлечение. Так вот так вот, да, это очень-очень важно. Конечно. А то, ты представляешь, один кусочек разварится, а другие только только. А другие соль. Ну, все. Нам так нельзя. Конечно. Так, сейчас я посолю. Так. Вот это точно соль, да? Да, это она. Она такая достаточно крупная. Все. Так. Елена Абрамовна, а скажите, пожалуйста, я возвращаюсь к вашей поездке. Ты мне дай вот это, пожалуйста. Закладываем семгу? Да. Четыре минуты. Ну, чтобы нам сказали, когда пройдет четыре минуты. Четыре минуты. Пожалуйста, приготовьте секундомеры, друзья, у телевизоров. Кукушку зарядите. Раз. Два. Ровно четыре минуты. Четыре минуты. Слушайте, ну как вы обращаетесь с матком? Вы помните то блюдо, которое произвело у нас в вас самое большое впечатление в Париже, когда вы впервые оказались за границей? Нет, у меня была другая история. Давайте. Я перед этим болела очень сильно. Поэтому, когда я поехала, я знала, что мне ничего есть нельзя и выпить ничего нельзя. Поэтому, когда нас повезли в подвалы Медока, то я знала, что там все очень вкусно, красиво, что это замечательно все. И я всем радовалась всему, но я ничего себе не могла позволить. Я помню, я спросила Симона и Сеньюре. Варунду без траурих. Так. А что ты грустная? Почему ты грустная? Ну, что я ответила, я не помню. Она говорит, Ив, иди сюда, здесь женщина грустит. Все это по-немецки было сказано. Но я немецкий изучала в школе. И поэтому вы это услышали? Я услышала, поняла это. Ив Монтан. Подошел Ив Монтан. И они вдвоем занялись моим настроением. Мне было ужасно неловко. Понимаете? Да смотри, видишь, это я уже сделала. Они не знали, что вам ни выпить, ни закусить. Ну, они не знали. Орехи мы не перемалываем, а чуть-чуть раскрашиваем. Нет, вот видишь, я их раскрашила. Все это надо жевать. Жевать, конечно. Да, все надо жевать. Прекрасно. Тогда мы на блюдо ее будем выкладывать? Да. Вот если такое блюдо подойдет. Очень хорошо. Ты смотри, вот мы ее положили, да? Вы хотели сделать подушку из... Я вот уже делаю. Да, из этих самых, а я делаю... Вот посмотри, мы вот так вот кладем. Да, а я, Саша, позволение, почищу... Почищу сельдерей. Теперь нам нужно будет вот на эту часть блюда положить горку зелененькую. Так. Из этих, да? Да. И горку красненькую. Из вот этих зерен. Из зерен граната. Да. Сейчас, секунду. А рыбу куда мы выкладываем? А рыбу мы кладем на эти листья. На эти листочки. Да. Так, прекрасно. Так, теперь вот так вот вы хотите, да, наверное, чтобы... Да. Вот так. Помельче, помельче. Вот так. Да. Так. 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 Еще. Вот. Так. Вот так. Молодец, да. Вот эту горку. Да. Мы красиво выкладываем. Вот эту горку сюда вот здесь кладешь. Вот сюда. Рыбу выключить. Все, рыба готова. Нужно вот эти овощи достать, чтобы они нам потом не мешали рыбу взять. Ай, давайте я пока это аккуратненько сделаю. Ага. Эти овощи, кстати... Да. Тоже могут на чего-нибудь не пригодиться. Не знаю. Знаешь, я пока что... Я позволю себе разрезать лимон. Давайте, знаете, что мы сделаем? Мы вот сейчас уйдем на рекламу. Да. Ирина Авраамовна. На секунду вас оставлю. Ирина... Хорошо, а я пока здесь сделаю то, что надо. На нашей кубке, друзья, у нас короткая реклама на первом канале, праздничная, после которой мы вернемся. Вы знаете, что бутерброд в переводе с немецкого во времена войны означало «Ган, смотри, партизан». Дорогие друзья, смартфон, когда у нас в гостях сегодня Элина Быстрицкая. И мы готовим салат и отварную семгу. Ну, не просто, а я позволю себе достать, да? Или мы это достанем в самый последний момент? Да и знаешь что, достань, потому что сейчас нам остается только это и перемешать, и все. Ну, давайте я, может быть, порежу, а потом достанем уже горячую положим. Ну, смотри, я сейчас посмотрю, чтобы она не развалилась. Вот так вот, посмотрите. Ну, чудесно. Китарно. Ну, чудесно. Да. Слушай, а какой бульон вкусный, знал бы ты. Это да. Так, выкладываем? Да. На листик, вот так, положи на листик. Вот так. Вот это умница какая. Вот так вот, да? Да. Так. Посмотри, Ваня, я ее подвигаю сюда. Чудесно. Так. У нас достаточно, семга достаточно широкими такими кусочками. Вот сюда теперь кладешь, да? Кусочками сюда кладем. И, наконец, я знаю, что мы положим вот сюда. Да. Смотрите, мы положим вот так. Да. А смотрите, что я хочу предложить вам положить вот на эти. Вареную морковочку. Вареную, да? Вареную морковочку, конечно. Ну, конечно, посмотрите, как раз. Да. И два. Да. Вот. Друзья, а почему нам никто не аплодирует? Оп. И у нас, обратите внимание, еще здесь. Это лимоном сбрызгивает каждый, кто ест. Каждый, кто ест. У себя, да. А я, с вашего позволения, молниеносно покажите мне только, какой размер должен быть у кусочков курочки. Сейчас, подожди. Не, не, не. Вот так. Вот так. И теперь каждый на три. На три. Да. Вот такими, да? Да, да. Вот. Вот такими, как бы, немножко кубиками. Все. Да, да. Нарезаем молниеносно сейчас вам. Молодец. Все это нарежем. Значит, вот это блюдо у нас уже все готово. Его можно фотографировать. Вы знаете, мы тут не фотографируем, мы тут едим. Вы едите, я поняла. Ты знаешь, рыбу я тоже ем спокойно. Я знаю, что можно. Тем более, такую сваренную, так шикарную. Сваренную, шикарно, вкусная. И при том, достаточно диетическим способом, согласитесь. Да, 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 да. Молодец. Замечательно. Так, и даже вот. Даже этот. Так, все. Вот, теперь это сюда клади. Пересыпаем. Так. Вот, потом мы, так, а что вот это я тут сделаю? Это от желтка. От желтка. Это ничего, это все туда. Все равно кладется сюда. Так, и теперь мы берем майонез, наверное. Теперь майонез. И берем большую ложку для перемешивания. Да, ты знаешь, надо две ложки взять. Две ложки майонеза. Надо взять в руки две ложки. Извините. Так. Если не, вот так, да. Ты кладешь сюда майонез. Вообще, вот сколько? Ну, клади, клади, я тебе скажу сколько раз. Еще одну. А теперь берем две ложки и перемешиваем. Давайте. Вы с недоверием, вы относитесь ко мне. Ну, дорогой мой, ну что делать? С недоверием. Почему не с недоверием? Это ж я тебе показываю как я, а ты мне покажешь как ты. Да как я? Я покажу, как я это съем просто. Ну, очень хорошо. Вы понимаете, посмотрите. Ты попробуй сейчас и скажешь, вкусно или нет. И мы не солили ничего, да? Нет, мы это не солили, потому что майонез в нем есть. В нем есть все, да? Ты знаешь, да, конечно. Так, сейчас, только должно очень хорошо перемешаться. Ты знаешь, что, это надо хорошо перемешать. Позвольте мне, пока я перемешиваю, напомнить нашим телезрителям рецепт этого салата. Сваренные вкрутые яйца. Нарезаются достаточно крупными кусочками. Да. После чего нарезается такими же кусочками, нарезается чернослив, дробится грецкий орех. Да. Ну, так, чтобы тоже было чего пожевать. На гриле обжаривается без корочки, то есть на не сильно разогретом гриле, предварительно отбитая куриная грудка. Да. И все это мы смешиваем, также нарезаем достаточно крупными детальками и смешиваем все это. Ты кладешь сюда майонез. Перемешивается и получается вот такой чудесный. Ну, я посмотрю, замечательный салат. Ну, рецепт рыбы. Мы бросаем в холодную воду горошки перца душистого, перца черного, целую луковичку, морковочку пореженную напополам, сельдерейчик. Да. Петрушку. Петрушечку, корень. Или пастернак. Можно пастернак. В общем, в принципе, то, что дает аромат для бульона. Все это мы доводим до кипения. И в этот бульон мы выкладываем семку, которую мы вымачивали полчасика в молоке. Так, точно. Предварительно обсушив ее. Да. Выкладываем ее внутрь, солим. После чего ровно 4 минуты с момента того, как закипела вода. Да, да. Закончили. 4 минуты отчитали, достали семку и выложили на подушку из салата вместе с порезанным лимоном на 4 части, вместе с вареной морковочкой и отдельно сельдерей, горочка сельдерея порезанного свежего и гранат очищенный. Ну что же, теперь, кто как хочет, можно полить лимоном рыбу, можно кто-то хочет. Обязательно, лимон обязательно делается вот такая штука. Давайте. Это закон. Вы, друзья, смотрите и следите, потому что перед вами человек, который питается так каждый день, и вы видите... С утра до вечера. С утра до вечера, и вы видите, какой мощнейший результат. Ну что, а ты... Результат действительно хороший. Надо вот это попробовать. Сначала это? Сначала это, да. Давайте это попробуем. Давай. Только знаешь что, лучше взять тарелку к себе. Да, лучше вот это, лучше все так. Подне тащить там оттуда. Я хочу посмотреть, во что у нас... Ммм. Прекрасно. Знаешь, по-моему, постоит, когда немножко... Будет получше. Будет получше, потому что он настояться должен. Как любой салат. Ну, просто майонез чуть-чуть проникнет в структуру. Да. В структуру. Так? Это замечательно. А вот теперь я хочу отведать вашей знаменитой рыбке. Так. Постоявшей молоте. Она должна быть очень мягкой. Она не мягкая. Она... Мягчайшая. Воздушная. Она тает во рту. Ммм. То, что надо. Победа. Да. Победа, друзья. Елена Володя, я хочу сделать одну вещь. Я хочу на секунду прервать вашу трапезу. От нашего спонсора для вас корзина ароматного, душистого, циионского чая. Акбар. Ой, огромная. Да, неиссякаемый источник вода, энергии и хорошего настроения. Ну, а для того, чтобы пить чай, вам необходим уникальный чайник. Борг, от нашего спонсора вам чайник, который сам заваривает чай. Вот вы просто нажимаете кнопку, а он все делает сам. Друзья, я хочу, чтобы вы все поаплодировали и поблагодарили нашу любимую Ирину Быстрецкой. Спасибо огромное, что вы к нам пришли. Мы вас поздравляем с днем победы. Спасибо вам большое. Продолжайте питаться так же, как вы питаете, и приходите к нам почаще, чтобы мы тоже ели так же, как вы. Почаще же надо будет придумывать что-нибудь. Ну, мы придумаем что-нибудь. Вот когда придумаешь, зови. Все, друзья, у нас в гостях сегодня была Элина Быстрицкая. Спасибо вам огромное, я сейчас к вам прибегу, и мы будем продолжать праздничный завтрак. Друзья, все, увидимся с вами в следующий раз в нашем литературно-кулинарном мальмонахе. И узнать, что штрудель в переводе с немецкого во время войны означало «мой фюрер», по-моему, нам пора в бункер. До свидания, ждем победы.